Ребята, задам вам интересный вопрос, а вы мне на него, пожалуйста, честно ответьте. Как вы думаете, какова вероятность того, что человек с примерно вот таким вот вокабуляром четкий, базарит, смоктает, чисто раскидывает все, вот это вот подобное существо станет гиперпопулярным на всю страну? Кто-то скажет, ну не, ну это вряд ли. Кто-то скажет, ну он может стать популярным, но тысяч там на сто, на миллион может быть подписчиков, ну это в лучшем случае. Но нет, мы сейчас говорим про 11 миллионов подписчиков на канале Михаила Литвина. Вы скажете, я завидую. Нет, ребята, я боюсь. Это для меня как предшественник какого-то апокалипсиса, понимаете? Если 11 миллионов человек фанатеют от подобного, то тут не завидовать надо. Здесь надо бункер строить и запасаться всякими консервами. Потому что вы представляете, их через пару лет станет 100 миллионов, потом миллиард, потом 5 миллиардов. А нам-то нормальным, надо будет всем прятаться. В общем, берегите себя. Но перед тем, как мы все умрем от этого зомби-апокалипсиса с литвинизацией. Кстати, интересно, что никто не придумал вирус литвинизации во всех этих сериалах или фильмах. Вместо кардицепса, например, в Last of Us был бы литвинцепс. Представляете, он заселяется вот так вот, как грипп у вас на голову. И вы начинаете машины любить, блин, чисто на газку бы подать. Па-бам! Блядь, извиняюсь. Так вот, давайте посмотрим новый ролик Михаила Литвина, который называется «Оставил автомобиль официантки на чай. 24 часа я мистер Бист». Наверное, наверное, меня бы ничего не смутило в этом ролике. И в этом названии, если бы Литвин не сравнивал себя с мистером Бистом. И якобы мистер Бист тоже делает всякие грандиозные проекты, масштабные, со взрывами машин и прочим-прочим, выполнением всяких челленджей. Но единственная разница, Миш, в том, что мистер Бист не рекламирует казино, не рекламирует какие-то биткоина-коина-кошельки, странные серые-черные телеграм-каналы, не инфо-цыган, не продает какие-то говнокурсы, не продает какой-то говноэнергоз, чтобы травить аудиторию, не продает рекламу каким-то другим инфо-цыганам, не тусуется с Эдвардом Дебилом, который, в общем, разница сумасшедшая, как вы понимаете, между двумя этими пингвинами. Что ж, давайте приступим, а там уже по делу разберемся. Меня зовут Давид Бабаджанян, если что, и я очень надеюсь, что вы прямо сейчас подпишитесь на мой канал, вот прямо сейчас нажмите на кнопку подписаться, и это приведет как можно больше людей на наш ролик, поможет мне выбиться в рекомендации. Я прошу, подпишитесь и нажмите лайк. Да, подписка тоже на это влияет. YouTube думает, что под этим видосом, о, какой крутой видос, под ним все подписываются, и рекомендует его все большему количеству людей. Я бы этого не делал, если бы алгоритм и так меня рекомендовал, но мне приходится проговаривать. Простите, дорогие зрители. Что ж, начнем. Михаил Литвин. Ликвин. Жена Бумыча. Все, ладно, последняя шутка была. Погнали. Крутая графика, Миш, ты че? Простите, ребят, вы сейчас скажете, Бумыча, я просто угораю очень сильно. Я очень смеюсь с Мишей. Это он такой, типа, крутой, но такой он... Ой, блин, я не знаю. Все, простите. У меня просто хорошее настроение. Давай, чистый, накажи этот каризм. О, боже мой. Это же Мистер Бист. Ну что, дорогие друзья, всех категорически приветствую. С вами Литвин, вы на канале Литвин. Сегодня очередной хастлерский выпуск, где мы будем очень серьезно куражить. Ну это правильно, куражить, хастлинг. Я за, давай, Миш. Литвин, сегодня очередной хастлерский выпуск, где мы будем очень серьезно куражить. Бля, брат, еху отсюда. Реально разъебал эту муху. Брат, он есть... Он муху братом. Он муху братом назвал. Я сейчас сдохну. Это... Ой, ой. Ой, это только начало. Прикинь, я ее убил, брат. Ой, брата убил, бля. Не по-пацански это. Еще раз ей дай там сверху. Хотелось бы начать с лирического отступления, небольшого. Лилического, давай, лили. Часто получаю сообщения в директ о том, что я... В дире... А, фух, мне послушалось. В клирик мне показал. Вдохновляю на разные сподвижки, на разные совершения новые. Это мне льстит, это мне приятно. У меня тоже есть определенный мотиватор. И, кстати, это с недавних пор произошло. Есть типчик на ютубе. Серьезный. Я надеюсь, про меня речь, Миш. Я надеюсь, это я твой мотиватор. Я... Который также меня сподвигает на контент. Чтобы делать его все масштабней. Ну, мы поняли. Речь про Мистер Бист. И Мистер Бист тебя мотивирует. Вы заметили, они все что-то в последнее время помешались на Мистер Бисте. Вилса Ком тоже что-то. Почка зовут Мистер Бист. Типочка. Короче, брат, вот он как будто понял в детстве. Брат, понял. Я не понял. Брат, понял. Я реально не понял. Брат, йоу. Понял, брат, я не понял. Можешь еще раз, брат? Дожил до 5-летнего возраста. Записал все свои желания. Понял? Вот что бы он хотел. Да я не понял, брат. Я не понимаю. В этой жизни просто делать. И сейчас все эти детские мечты, понял, реализовываю. Да не понял, Эд. Все, ладно. Будем игнорировать слово. Понял. Просто терпим, ребят. Словоет. Хотите верьте, хотите нет. Но так получилось, что есть определенные идеи, которые смешались. Ну вот у меня родилась в голове идея, но не было финансов на нее. А потом ее какой-то блогер снял. И это был мистер Бист. Но хочешь не хочешь, вот эти какие-то нейронные, брат, связи с космоса, они где-то скрещиваются, эти идеи могут прийти. Ну действительно нейронные связи с космоса скрещиваются и могут прийти. Здесь идеальное в целом понимание. Это я помню, когда еще Михаил рассказывал о том, что в Дубае разгоняют тучи в сторону Москвы и России. Поэтому у нас все время пасмурно. Мне кажется, что-то в духе нейронных связей. Давай. Если идея рождается, братик, быстрее ее реализовывай. Все, братик, все, братик. Потому что кто-то может ее реализовать вместо тебя. Реально. Взял идейку, братик, понял, да? Взял идейку, братик, и все вместо тебя реализовал. А ты ее потом как в уху. Вот так вот эту вот идейку-то, вот этот. У меня, допустим, появилась возможность сегодня официант ту или официантке оставить на чай машину. Наверняка же, ну, вряд ли оставляли машину там стоимостью. Блин, такая агрессивная скрипка там. Тун-тун-тун-тун. Как, господи, как будто фильм Андрея Звягинсова или Дэвида Финчера показывают, а не ролик Мелитвина. Больше там двух с половиной миллионов рублей. Но это все отсылки именно с видосов Биста. Те идеи, которые ранее у меня рождались. И я думаю, не буду пиздить, а просто скажу то, что, ну, сделаю так же нахуй. А то и лучше. Ничего не понял. Не буду пиздить, просто сделаю так же. Хорошо. Окей. Потому что, брат, русская душа, она в любом случае, она ранимее. Она больше... Она, знаешь, ну, по-другому все это. Понял? Пиндосы, они, брат, другие. Пиндосы, они, брат, другие. Это реально Гена Букин с подключением к интернету. Гены Букина. Не, ну, реально, пиндосы, они... Это что-то иное. Как бы оно не было. Действительно. А как же нейронные связи? Нет? С пиндосами не работают? Сегодня реально на чай оставляем машину официанту. Ты думал, тебе послышалось? Ну, да. Нет. Мы реально сегодня оставим тачку на чай. Короче, чего медлить? Давай посмотрим на реакцию. Это простые работяги, которые делают каждый день людей счастливее. Ведь еда, ну, для меня лично счастье. О, господи, как он сопереживает. Спасибо большое, что думаешь о простых работягах. Потому что реально они дарят людям счастье. Еда – это счастье. Реально. А как иначе? Мы же все знаем, официанты – это дарители счастья. Не, ребят, я уважаю труд официантов. Вы не подумайте, я сам работал официантом долго. Да, и в школьные времена, и после школы. И так вам скажу, что это действительно серьезный труд. Просто вот это вот лицемерненькое, все эти под грустную музыку, какое-то трогательное высказывание Михаила – это, конечно, все лапша на уши. Не стоит ему верить. Я думаю, это и всем очевидно. Без меня, да. И они подносят постоянно к столику счастья. Ну, а там уже какие-то... Ой-ой-ой-ой, какой ты у нас. Им оставляют, я не знаю, но я уверен, что сегодня я побью рекорд Российской Федерации. Подносят к столику счастья. И ты как бам по этому счастью, да? Чтобы не как эта муха. Мировой рекорд книги рекордов Литвина, брат. Мировой рекорд книги рекордов Литвина. Совет перед началом ролика один, можешь дать. Короче, если есть вариант, например, родиться сразу мажиком в богатой семье. Мажиком? Еще раз. Короче, если есть вариант, например, родиться сразу мажиком в богатой семье. А, мажором имеется в виду, окей. Вообще смело, даже не думайте. Я просто подумал про майонез какая-то речь Не рождайтесь Есть, конечно, вариант Мы выбираем, в какой семье родиться Миша выберем, спасибо Все, заебись Бан положил, идем кушать Понял, брат, четко, реально После чего дарим По-моему, охуенный вариант, нет? Да, если просто на чай закинуть А вообще, брат, если бы, ну, вопрос тебе хочу задать Если бы ты брал вот эту лялечку Ты бы куда первым делом заглянул? Ну, что за вопрос? Конечно, на дром Конечно, я даже не... Так, реклама дрома Все, лялечка окупилась в пять раз Еще пару скам-реклам, инфокурсы И два ляма за вот этот китайский автомобиль Который потратил на ролик Это все фигня Вот понимаете, да, вот многие так же говорят Про благотворительность Билла То, что, ну, хотя он там бабушке 15 тысяч дал в одном выпуске А то, что он в этом выпуске Еще пять-шесть каких-то скам-схем Прорекламировал и заработал миллионы Типа для него пожертвовать 15 тысяч рублей Или там для Литвина 2 миллиона Для ролика потратить на продакшн Это то же самое, как для вас Потратить тысячу рублей, понимаете? Учитывая то, какие у него доходы Причем черные Поэтому я здесь не считаю Не за тем, чтобы считать его деньги Просто объясняю вам, как это работает А вообще, если человек зарабатывает мошенничеством То и, собственно, сказать об этом не грех Сейчас будем хавать Ребята, вам нужно почеканиться сейчас Кто нас будет обслуживать? Ну, просто без лишних вопросов Да, вы потом все поймете Типа они будут соревноваться За то, кто будет тебя обслуживать? Гениально У всех говорю Вот бы не я, вот бы не я Здравствуйте, Лара Здравствуйте А можно мне, пожалуйста, сегодня Три куриных грудки И салат 200 грамм Да Спасибо Вот сейчас Лара вообще не понимает, брат Типа А, ну ты просто ей мало слова понял Сказал, когда заказывал Поэтому она вообще не понимает Вот, кстати, заметьте Справа вот эту вот дресня Которую он рекламирует И продает Лид Энерджи А вот в каком она споре выиграла Шаришь, какая тема-то вообще? Что, Леня нихуя не понял? Понял? Он думает, бля, слава богу Я сейчас думает, не буду их обслуживать Да, действительно Спасибо большое Спасибо Лара Прекрасная девушка Один вопрос Есть ли у меня возможность Расплатиться за весь вообще рестик? Вот все Блин, нет, чувак Ты так меньше на мистер-убист Ты похож Больше Я не знаю Я не буду произносить Ладно У меня была ужасная шутка Людей, кто здесь находится, угостить Жесть, пришли Не могу Леони думают, я просто какой-то отбитыш пришел А я просто живу 24 часа Мистер-бистер Не, они просто так думают, что какой-то отбитыш пришел Это не связано И пью Лид Энерджи Если это возможно, чтобы вы спросили просто тогда у всех Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да- Хасо, это кто вообще? Вот эти вот бабки, то, что поют, это вот, это, кстати, заметили, да, модно у этих кальянщиков всяких, там, вот это, любители вот это сидеть, кальян, мальяны, нам навалили на машине, и там вот это все время на фоне у них они едут, окно спускают, там, какие-то вот эти бурановские бабушки, или как это, вы тоже не выкупаете, что они там слушают, все время там забывают, я хотел еще вашей команде заказать это по еде, возможно это сделать? Да, конечно. Как думаете, что самое будет тут люксовое, чтобы вот просто, сколько вообще команды человек сейчас здесь находится, с поварами, с барменами, со всеми с вами? 30 человек. Можем бургеры. Так, и что мы имеем? Мы накормили всех сотрудников, накормили, короче, весь рестик, за всех все закрыли. Ну что, мы в целом можем звать Лару? Нет, это гениально, все, давай, 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 Миша. Оставляйте иначе, я хотел узнать, какие самые максимальные чаевые вам оставляли за всю... Вот это вот, с камеры, представляете, вы работаете, я сейчас начинаю снимать. Есть в памяти? Ну это было один раз, пять тысяч мне оставили, гость. И так было максимально. Вот смотрите, у нас сегодня счет вышел 82 360 рублей. Как правило, 10% это, ну, типа норма считается, да, что-то. Если 10% от 82 тысяч, это 8 тысяч 200 примерно. У меня, к сожалению, сегодня налички нету, вот. И я бы хотел, короче, оставить вам... Ключ от суперсовременного... Я сейчас расплачусь, в моменты, когда у него лицо мистер-бистый, этот монтаж идет, ой, это так трогательно, Миша. Самоката, чтобы вы легко могли добираться на работу. Ничего себе, спасибо. А можете выйти, пожалуйста, самокат просто глянуть с нами вместе, быстренько? Пожалуйста, я хочу сидеть. Да, спасибо большое. Все, вы переоделись, можем идти? Вы на самокате хоть раскатались? Да. Есть опыт, да? Вон самокат стоит. Простите, я не бью. Не-не-не, вон, вон, прямо смотреть надо. Китайская? Было бы круто, если у нее была такая реакция. Серьезно? Даже Никея? Не, я на таком говне не поеду. Оставь восемь тысяч, пожалуйста. Да ладно, я шучу, это крутая тачка. Просто сзади зачем-то название блюрили, а спереди нет, можно читать в целом. У меня права нет. И что, права получать теперь? У тебя есть права. Борись за них, борись за них. Да не, можно тонировку одеть. С тонировкой двигаться без прав. Ругаться можно? Да. Это, кстати, была не шутка. Компашка Литвина, типа Эдварда Билли и прочие, они любят без прав кататься, поэтому про тонировку это он не шутит. Реально? Реально. Ожидали или нет? Нет. Реально думали, самик будет? Самик. Мажик. Михаил, не, ну это вы прекрасный, Михаил. Это какой-то чудесный талант, на самом деле, так сокращать слова, которые еще никто до вас не сокращал. Это чисто самик для Мажика. Большое спасибо. Понял, брат. Я думаю, это официальные самые большие чаевые когда-либо. Вот, я же хотел рекорд побить. Было пять тысяч, стало, ну, вот так. Стал самокат. Пойдемте, это ваше. А что, как пользоваться? Балдежная, да? Не за слово. Еще символичная. Господи, а ты туда наложил? Чтобы всегда были на энергии, на хорошем настроеннице. Такой блочок, блочок энергетиков. Спасибо, все, я тебе. Чтобы всегда чисто с инфарктиком, чисто с инсультиком. Ой, блин. Все курсачи напишу, которые... Ну, честно, ну, это как-то не ощущается, как реальность какая-то. Во-во, я про это же, да. Как будто я в каком-то видео на ютубе. Ты в видео на ютубе держу в курсе. Как будто, да, я тоже так думаю. Как будто какое-то видео. Ты-то что так думаешь? Ты вообще что ли? Это твое видео, чувак. Спасибо большое. На здоровье. Все, я пошел, у меня паров нет, я пешеход. К сожалению. До свидания. Хорошего вечера. Да, и вам. Так живем. Ты знаешь, брат, я такой типчик. А все, типа, оформили на человеку уже машину. Я правильно понял или как? Все, и ты так ушел, просто оставил ключи. Ладно. Мне гораздо приятнее отдавать, чем получать. Поэтому столько скама ты рекламируешь и столько людей обманываешь. Миш, ну я не понимаю, кем надо быть, чтобы в этот момент поверить твои слова. Я подпитываюсь эмоциями тех людей, которым что-то отдаю. И мне от этого вдвойне становится приятней, балдежней. Ну и просто как-то тепло на душе. Небой, дай воню! О, это его дружок, кстати. Я реально благодарен тому, что я запустил компанию Лит Энерджи, которая мне... Я благодарен тому, что я запустил компанию Лит Энерджи. Нет, этот парень шикарен. Открыло дорогу на реализацию таких масштабных видов. А кому ты благодарен-то по итогу? Ты самому себе благодарен? Ну нет, ну это прикольно. Я недавно заезжал к нам на производство. Смотрел воочию, как это все выглядит, какие это масштабы. Господи, опять реклама. На сегодняшний день реализовано порядка 20 миллионов банок. 20 миллионов банок, слышишь? Подожди, чего, блядь, реально 20 миллионов банок? Я хочу просто посчитать, сколько это литров, нахуй. Так, у нас получается, мы произвели 10 миллиардов миллилитров. Кошмар. А представь еще, сколько ты воды льешь при всем при этом в своих роликах. Сколько ты воспроизводишь говна еще помимо энергетиков. Так это же вообще капец, чувак. Не, ну Грета Тунберг, Грета Тунберг должна будет на следующем заседании ООН выступить против Михаила Литвина, я считаю. Мне кажется, такое количество воспроизведения говна это нарушение Женевской конвенции. Не, ну это такая серьезная на самом деле цифра. Самое, что крутое, что каждый из вас причастен к этому. Ладно, чуть отдалился от темы. Хотелось бы сказать то, что досмотрите обязательно ролик до конца, потому что для вас будет очень серьезный розыгрыш. А пока хотелось бы сказать... Так розыгрыш? Капец. В моем детстве розыгрыш делал вот это вот. Напомните, пожалуйста, ребят, в комментариях, как его. Помните передача была розыгрыш с этим ведущим интересным, белобрысым таким? То, что мы также на сегодняшний день представлены в таких... У нас в детстве еще было голые и смешные, а теперь мы выросли, смотрим одетых и тупых. В таких сетях, как Яндекс.Лавка и Самокат. А что это значит? Вы можете вот просто в моменте, сейчас вот хуярит солнце. Я хочу сейчас все заказатели Теннерджи. Я беру это, делаю при вас резко. И в течение пятидесяти минут мне просто... Не пятидесяти, а пяти или десяти минут мне привозят, брат, мои любимые энергетики. А давай... Знаешь как, вот у нас сейчас четыре вкуса есть. Кстати, скоро пятый, тоже новый. Вот четыре вкуса есть. Он еле сдерживает смех над идиотами, которыми это впаривает. Своим великолепным этим вот рекламным даром. Буквально как у Солу Гудмана. Сейчас на меня налетят фанаты, лучше звоните Солу. Но он там тоже не очень хорошо в кадре смотрелся периодически. По крайней мере, тогда, когда у него было только становление. Когда он был еще Джимми Могилом. Два закажу с самоката, два закажу с Яндекс.Лавки. Вот прям сюда в скверик заказал первых два вкуса через Яндекс.Лавку. Ждем. Чисто на сквериках. Давай, брат. Типа ускоренно. Я подумал, болеешь просто чем-то. Блин, ну я уже устал ждать, брат. Ну это ужас, честно. Ну это очень долго. Ну уже целых пять минут прошло. Ой, брат. Здрасте. Ай, хорош. Блюбери, да, брат, ты нам подвез? И оригинальный вкус. Брат, за то, что ты был супербыстрым, пять минут равняется пяти тысячам. Спасибо. Давай, брат, все, хорошего дня. Получается, у нас сейчас заказан... Блин, какой крутой, какой, какой, какой человек благородный. Да ладно, давайте перемотаем уже. Ну сколько можно рекламу? Литвина, а что дальше по ролику, кроме рекламы? Давай. Розыгрыш. И, например, какая-нибудь шальная серого цвета М8. Шальная? Блин, ну вообще... А, это вторая часть ролика, это полностью реклама, да? Слушай, ты посмотри, это просто реально панорамная крыша. Экранчик мультимедийный, полностью сенсорный, брат. У вас сидушки, что ты понимал, просто, ну чисто... Понял, брат. Спорт сид... Занимаемся, мы едем уже на новой машине нашей... Вот эту, блядь, блядь. Ребят, я хочу просто понять, это весь ролик вот в этом говне? Все, да? Это все? Куда он едет? Как ты, брат? Тем, еще раз тебя приветствую. Привет. А сколько тачка у тебя стоит? Ну, 360 брал, сейчас, ну, подороже, наверное, не знаю. Ну, типа, 420, может, да, стоит? 450, ну, по-то. Есть какие-нибудь долги, можешь, по жизни? Ипотека? Ммм, там немного осталось у меня. Сколько? Лям 200 где-то вот так. Короче, я просто хочу с тобой реально тачками поменяться, и все, что ты на этой сейчас уехал. На полном. Там опять это лицо было. Серьезно, я говорю. Да, ну. Да, нет, ну, брат, серьезно, вот, просто, да. Да такого не бывает. Прыгни вообще, оцени. Состояние, комфорт новое, целочка, брат. Ну, это кайф, реально. Чистый кайф. Девушка есть? Да, жена. Реально? Сколько вы вместе уже? Ну, лет 7, наверное. Литвин, наверное? Прикинь, она тоже как забалдеет, че. Она охерел, я ей позвоню, бля, я весь трясусь, нахуй, она не верит вообще. Конечно, не Кия твоя, но тоже пойдет. У тебя, брат, сколько пин? Человек реально задумался, задумался, смотри, там шутка про пинг, в общем, и этому подарил тоже машину, но этот не официант. Ну, что ж, ребятки, пацанчики, вы засмоктали, а будет в конце мораль? Да, должна быть мораль. Мой голос, вот моя свобода, думать о чужой стене. Ну, что, родные, это конец ролика. Да, родненький, да, родненький, давай, давай, понял, принял, прообнял, поднял, подбросил, давай. Доброго ролика, надеюсь, он вам понравился, вообще весь его вайп, весь масштаб этого ролика. Я сегодня был 24 часа мистер Бистом, Бист у нас славится масштабными роликами, сегодняшний ролик нам вышел, че, сказать бюджет? Скажи. 7,5 миллионов рублей. Ну, давайте так, во-первых, не понимаю, что там, 7,5 миллионов рублей, обе машины стоили по 2 ляма. Во-вторых, у мистера Биста взрываются сотни Феррари в роликах, и миллионы долларов, миллионы долларов разыгрываются. Масштаб прямо не соизмерим, чувак. В-третьих, опять же, окупаемость этого видеоролика выше намного, чем вложение в него. Кто-то скажет, ну и что, Давид, но вложил человек и окупил. Но если бы это были, да, честные способы окупать, то претензий бы не было. Но так как мы знаем, что Михаил Литвин – это мошенник, шарлатан, то и, собственно, отношение подобающее. Вообще, я благодарен Михаилу, это смешной ролик, это реально ржач. Я прям, я очень люблю, я получил безумное удовольствие. Поэтому надеюсь, что вы тоже, надеюсь, что вы тоже. Прожмите лайкос, ребятки, подпишитесь на канал. Ну, а с вами смоктал этот видосик Давид Победжанин. Ни хуй собачий заворотник нахуй. Заворотник нахуй. Ебис не матерится. А Михаил матерится. Ну, а так хочется пожелать вам всего хорошего. А в этом-то и разница, только в этом разница, действительно. Хорошего-хорошего настроения, подписывайтесь обязательно на канал. На мой это он имеет в виду. Единственная моя мотивация, я вам говорил несколько раз, несколько сотен тысяч раз, это пальцы вверх, это ваша подписка на канал. Это единственная моя мотивация, ребят, спасибо большое. Это ваши положительные комментарии, иногда хуевастые комментарии. Я тоже не против их почитать, но еще я не против почитать очень важные комментарии, знаешь, какие, Витя? Я бы хотел, чтобы они мне сейчас сами написали в комментариях, кого мне прожить еще 24 часа. Блин, я не буду свой вариант предлагать, Миш, ты обидишься, реально, это ужасно. Что ж, пока-пока.